Есть ли шанс вернуть деньги или квартиру? С таким вопросом к нам в редакцию обратились соседи Рузы Багмановой. У самой женщины нет даже телефона, чтобы позвонить. Она вместе со своим сыном ютится в маленькой комнате бывшего общежития, где из техники есть только старенький телевизор. В таком положении пенсионерка оказалась после того, как продала свою однокомнатную квартиру. Впрочем, и отсюда ее в любой момент могут выгнать. Осталась у разбитого корыта, но только в отличие от героини сказки Пушкина, ее желания были намного скромнее. Была квартира, возможность продать ее и купить другую, попроще, подешевле. Но вместо золотой рыбки встретила риэлтора и говорит, что благодаря ему теперь у нее ни денег, ни квартиры. А в этой комнатушке экс-общежития она на птичьих правах. Тут ее поселил тот самый риэлтор. Этого помощника привел сын, вспоминает Руза Багманова. В декабре 2013-го составили договор купли-продажи. Все официально. А чтобы деньги были в сохранности, посредник предложил положить их на счет в банки. Но оказалось, что это был способ присвоить 2 миллиона рублей, уверена теперь пожилая Челнинка. Я подписал ничего, я не знаю о таких делах. Он деньги взял и мне сказал, верну. Нет, вот я здесь нахожусь. Это комната собственность Рамилия Брецова, о чем свидетельствует выписка из госреестра. Он и отсюда может запросто выгнать Багмановых, если пожелает. Ведь с точки зрения закона к нему никаких претензий. Так сказали в полиции, так сказали юристы, к которым обращались соседи бабушки. Действительно ли нет никакой надежды? Этот вопрос позадали специалистам рекпалаты. Документом, подтверждающим расчет по договору, факт передачи денег является расписка. Она лежащая образом заполненная и подписанная. Если расписки нет, то получается, что условия договора не исполнены. Несмотря на то, что даже в договоре написано, что расчет произведен. И вообще, передавать деньги риэлтору, посреднику, да кому угодно, кроме хозяйки квартиры или ее доверенного лица, покупатель не имел права. Как раз такой расписки Руза Багманова никому не оставляла. А значит, шансы оспорить право собственности в суде есть, подтвердили специалисты Росреестра. Вот только надо собрать документы и успеть подать иск до декабря. Оспаривать подобные сделки можно лишь в течение трех лет. Если у покупателя нет такой расписки и сделку удастся оспорить в суде, то стороны поменяются местами. И думать о том, как вернуть потраченные на квартиру деньги, придется уже нынешним ее жильцам. То есть самостоятельно разыскивать посредника, который фактически не фигурирует в документах, не несет материальной ответственности за операцию с недвижимостью, и доказывать, что именно он присвоил 2 миллиона рублей, не имея на это права. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.